9 мая 1945 года войска советской армии одержали победу над нацистской Германией. С того дня прошло уже 76 лет, но память об этих событиях читат до сих пор. Наша страна заплатила самую большую цену за эту победу. Эта победа досталась невероятной ценой. Сегодня поколение победителей, поколение героев, которые сражались на фронтах, работали в тылу, оно уходит, к сожалению, уходит носители истории. И так важно, чтобы вот эту частичку истории они успели передать тем, кто будет жить через 20, 30, 40 лет, чтобы тропа народная к этим памятникам никогда не зарастала. Более трёх тысяч жителей Ненецкого округа так и не вернулось домой. Они отдали свои жизни ради мирного неба для будущего поколения. И только благодаря безмерному мужеству героев Великой Отечественной, дружников ТЭЛа, мы сохранили и нашу страну, мы сохранили и наше будущее, и мы сегодня можем расти детей и работать. Поэтому это главный праздник. Возложение цветов, как дань уважения воинам, которые, не страшась смерти, боролись за тех, кому предстояло жить дальше. Вечный огонь в День Победы всегда усыпан цветами, а на людях – георгиевские ленты. И всё для того, чтобы показать, что никто не забыт. Когда приходит большая беда, россияне в широком смысле этого слова плечом к плечу друг к другу встают, не жалея ни сил, ни жизни. Всё на защиту Отечества. Примеры ориентированным всем по жизни, низкий поклон всем ветеранам, участникам войны, труженикам ТЭЛа. Дай Бог, кто жив, остался ещё, чтобы здоровья им на многие-многие лета. Тех, кто жертвовал собой ради будущего, с каждым годом становится всё меньше и меньше. Для ветеранов в День Победы власти округа военнослужащие, сотрудники УМВД и МЧС НАУ вместе с творческими коллективами устроили небольшой концерт, чтобы, несмотря на отменённые торжества, показать, что об их подвигах всё ещё помнят. День Победы, как он был от нас на лёд, как нас в небо дружим каем уголёт. Ой, было радостно, видите, все, кто пыль целовался, кто плакал, кто обнимался, все. Это вообще было невыносимо. Память о тех страшных годах жива до сих пор. И задача нашего поколения – сделать так, чтобы история больше не повторилась. А военные действия так и оставались картинками в учебниках. Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, Телеканал Север.